Глава 18. Война по всему миру. Декабрь 1941-январь 1942 годы. Хотя война с Германией и война с Японией представляли собой как бы два отдельных конфликта, их взаимовлияние было гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Советская победа на реке Халхингол в августе 1939 года не только способствовала решению японцев направить свою агрессию на юг, что привело к вовлечению в войну США, но также означало, что Сталин мог перебросить сибирские дивизии на запад, противодействуя попытке Гитлера взять Москву. Советско-германский пакт, ставший настоящим потрясением для Японии, повлиял также на ее стратегическое мышление. Сказалось и поразительное отсутствие взаимодействия между Германией и Японией, которое подписало со Сталином договор о нейтралитете всего за два месяца до гитлеровского вторжения в СССР. Фракция удара на юг в Токио преобладала не только над теми, кто хотел войны с Советским Союзом, но также и над теми в императорской армии, кто считал необходимым сначала закончить войну в Китае. В любом случае, Советско-японский пакт означал, что теперь США стали главным поставщиком вооружений и припасов для китайских националистов. Чанкайши все еще пытался убедить президента Рузвельта оказать давление на Сталина, чтобы СССР вступил в войну против Японии. Однако Сталин был твердо убежден, что Красная Армия должна воевать одновременно только на одном фронте. Значительно увеличенная Рузвельтом, в 1941 году поддержка Чанкайши разъярила Токио, но решение Вашингтона ввести эмбарго на поставки нефти японцы сочли равносильным объявлению войны. Тот факт, что это решение было ответом на оккупацию Индокитая, предостережением отторжения другие страны, не укладывался в их логику, основанную на гипертрофированном чувстве национальной гордости. Убежденные в своем превосходстве, японские милитаристы, как и германские нацисты, склонны были путать причину и следствие. Как можно было предвидеть, они были возмущены Атлантической хартии Рузвельта и Черчилля, в которой японцы видели попытку навязать всему миру англо-американский вариант демократии. Они мы могли, пожалуй, указать на кажущийся парадокс того, что Британская империя продвигает идею самоопределения народов. Но ведь их собственная идея освобождения колониальных стран и создания Великой Восточно-Азиатской сферы взаимного процветания была гораздо деспотичнее. На самом деле их новый азиатский порядок был поразительно похож на фашистский новый порядок, а их отношение к китайцам вполне соответствовало отношению нацистов к славянским унтерменеш. Японцы никогда бы не осмелились напасть на Соединенные Штаты, если бы Гитлер не завязал войну в Европе и Атлантике. Война в двух океанах предоставляла Японии единственный шанс против военно-морской мощи США и Британской империи. Именно по этой причине японцы в ноябре 1941 года хотели получить заверение от нацистской Германии, что Гитлер объявит войну Соединенным Штатам, как только будет атакован Пёрл-Харбор. Риббентроп, все еще раздосадованный тем, что Япония отказала немцев в требовании начать наступление в июле на Владивосток и Сибирь, отвечал поначалу уклончиво. «Рузбельт фанатик», – заявил немецкий министр. «Нельзя предугадать, что он станет делать». Генерал Хироси Асима, японский посол, прямо спросил, как же поступит Германия. «Если Япония будет вовлечена в войну против Соединенных Штатов», – вынужден был ответить Риббентроп, – «Германия, конечно же, немедленно вступит в войну. При таких обстоятельствах возможность заключения Германии сепаратного мира США совершенно исключена». Фюрер категоричен в этом вопросе. Японцы не посвятили Берлин свои планы, поэтому сообщение о нападении на Пёрл-Харбор, по свидетельству Геббельса, было как гром среди ясного неба. Гитлер воспринял это известие с огромной радостью. «Японцы отвлекут Америку», – рассуждал он, – «война в Тихом океане неизбежно сократит объем американских поставок Советскому Союзу и Великобритании». Гитлер рассчитал, что США вступят в войну против него в ближайшем будущем, но не в состоянии будет вмешаться в европейские события как минимум до 1943 года. Он ничего не знал о политике. Германия важнее согласованной между начальниками штабов США и Англии. 11 декабря 1941 года американского поверенного в делах в Берлине вызвали на Вильгельмстрассе, где Риббентроп зачитал ему текст объявления нацистской «Германии войны Соединенным Штатам». В тот же день, выступая в Рейхстаге под приветственные возгласы Хизик Хайль депутатов, Гитлер заявил, что Германия и Италия вместе с Японией находятся в состоянии войны с Америкой, как предусмотрено тройственным пактом. На самом деле тройственный пакт представлял собой союз взаимной обороны. Германия ни в коем случае не обязана была помогать Японии, если та выступала агрессором. Объявление Гитлером войны США в то время, когда немецкие войска отступали от Москвы, представляется по меньшей мере поспешным. Такое решение отдавало высокомериям, особенно когда Риббентроп, вероятно подражая высказываниям самого Гитлера, патетически заявил, что великая держава не позволяет, чтобы ей объявляли войну, она сама объявляет войну. При этом Гитлер даже не проконсультировался с ОКВ видными военно-начальниками, такими как генералы Альфред Йодль и Вальтер Варлемонт. Они были встревожены таким непродуманным решением, тем более что предыдущим летом Гитлер говорил о нежелательности войны с Америкой, пока он не разбил Красную Армию. В один миг гитлеровская стратегия, исходившая из того, что победа над СССР в конечном итоге заставит Англию выйти из войны, была перевернута с ног на голову. Теперь Германии действительно предстояла война на два фронта. Генералы были обеспокоены явной недооценкой Гитлером индустриальной мощи Америки. Даже рядовые обыватели уже начали опасаться, что конфликт затянется на долгие годы. Позднее, к концу войны, можно было обнаружить поразительный факт. Очень многие немцы сумели внушить себе, что это США объявили войну Германии, а не наоборот. Немецкие солдаты на Восточном фронте, слушая новости, старались воспринять их в наиболее выгодном свете. 11 декабря мы имели возможность прослушать речь фюрера «Событие исключительное», пишет ефрейтор 2-й танковой дивизии, хвастая, что они побывали в 12 километрах от Кремля. Теперь началась настоящая правильная мировая война. Это было неотвратимо. Ключевым моментом рассуждения Гитлера на этот момент времени была война на море. Все более агрессивная политика Рузвельта по принципу «стрелять без предупреждения». Он приказал американским военным кораблям атаковать немецкие подводные лодки, где бы они ни встретились. И предоставление конвоев караванам судов к западу от Исландии начали обеспечивать союзникам перевес в Атлантическом противостоянии. Гросс-адмирал Рёдер давил на Гитлера, требуя разрешения волчьим стаям нанести ответный удар. Гитлер разделял его досаду, но пока японцы не связали ВМС США в Тихом океане и не дали формального обещания не искать сепаратного мира с Америкой, он не решался на такой дерзкий ход. Теперь же западная часть Атлантического океана и вся береговая линия Северной Америки могли превратиться в зону неограниченной торпедной войны. А это с точки зрения Гитлера открывало, наконец, другую возможность – поставить на колени Англию еще до завоевания Советского Союза. Контрадмирал Карл Дёниц, командующий подводным флотом, просил Гитлера в сентябре 1941 года предупредить его заранее о сроках объявления войны Соединенным Штатам. Ему необходимо было время, чтобы подготовить свои волчьи стаи для нанесения беспощадного удара американскому флоту вдоль всего западного побережья, когда противник еще не будет готов к такому нападению. Но случилось так, что внезапное решение Гитлера о начале войны США пришлось на момент, когда в регионе практически не осталось немецких подлодок. Одержимость Гитлера антисемитизмом привела его к убеждению, что Соединенные Штаты – это нордическая страна, управляемая еврейскими поджигателями войны. И это было еще одной причиной неизбежности столкновения его нового порядка с Америкой. Однако он не осознавал, что нападение на Пёрл-Харбор сплотило американцев гораздо сильнее, чем мог надеяться Рузвельт. Изоляционистское лобби со своим лозунгом «Америка превыше всего» полностью затихло. И теперь объявление Гитлером в войне играло только на руку Рузвельту. Без этого президент не мог рассчитывать, что Конгресс до бесконечности будет терпеть положение необъявленной войны в Атлантике. Эта вторая неделя декабря 1941 года, несомненно, стала поворотным пунктом войны. Несмотря на чудовищные сообщения с Гонконга и Малайи, Черчилль теперь знал, что Англию ни за что не победят. Узнав о Пёрл-Харборе, Черчилль, по его словам, лёг спать и спал сном спасённого и благодарного. Провал наступления немецкой армии под Москвой также показал, что Гитлеру вряд ли удастся добиться победы и на суше над своим, самым упорным, противником. Кроме того, временно снизился накал в битве за Атлантику, и даже из Северной Африки пришли на этот раз обнадёживающие вести. В результате наступательной операции «Крестоносец» генерал Окинлека войска Ромеля были вытеснены из Киренаики. Поэтому Черчилль с большим оптимизмом снова отплывал в новый свет. В этот раз на линкоре «Дюк оф Йорк» в корабле-близнеце линкора «Принц оф Вейлис». Серия его встреч с Рузвельтом и американскими начальниками штабов получила кодовое название «Аркадия». Пересекаят Валантический океан, Черчилль обдумывал своё видение на будущее хода войны. Его переполняли идеи, которые он тут же обсуждал с начальниками штабов. Так оттачивались элементы стратегического планирования. Не следует предпринимать никаких попыток высадки на севере Европы, пока германская промышленность, в частности выпуск самолётов, не сократится до минимума из-за бомбёжек немецких заводов с соединениями английских тяжёлых бомбардировщиков. Англичане хотели, чтобы в этой кампании приняла участие авиация США. Американцы и англичане должны высадить в 1942 году в Северной Африке, чтобы помочь разбить Ромеля и взять под контроль весь район Средиземноморья. Тогда возможны высадки союзного десанта в 1943 на Сицилии и в Италии или на Северном Европейском побережье. Черчилль соглашался, что американцы должны наносить японцам ответные удары с авианосцев. 22 декабря после нелёгкого перехода через штормящие моря Дюков-Йорк наконец прибыл в США. Черчилль, тепло встреченный Рузвельтом, расположился в Белом доме, где в ближайшие три недели показал себя крайне утомительным гостем. Но он был в своей стихии, и его обращение к Конгрессу было воспринято с восторгом. Лидеры двух стран вряд ли бы могли быть схожими. Рузвельт был, несомненно, великим государственным деятелем, но при всём своём умении очаровывать напускным дружелюбием, изображая старого знакомого, он был по существу довольно холодным, расчётливым и тщеславным человеком. Черчилль, напротив, был эмоциональным, экспансивным, сентиментальным и переменчивым. Его знаменитая депрессия Хандра, Black Dog, как её называл сам Черчилль, заставляла подозревать наличие у него некоего психического расстройства. Наибольшее различие между ними заключалось в их отношении к империи. Черчилль гордился своим происхождением от знаменитого герцога Мальборо и оставался закоренелым империалистом. Рузвельт же считал такие взгляды не просто устаревшими, но глубоко ошибочными. Рузвельт внешне отвергал политику с позиции силы, однако никогда не выпускал случая навязать малым странам свою волю. Энтони Иден, снова занявший пост министра иностранных дел в Великобритании, вскоре сухо заметит по поводу трудностей трёхсторонних отношений с участием СССР. Политика США преувеличена морально, по крайней мере в том, что не затрагивает интересы Америки. Американские начальники штабов заверили британскую делегацию, что по-прежнему придерживаются политику Германии важнее. На это решение, однако, повлияла проблема с доставкой военных судов. Из-за огромных расстояний каждое судно за год могло сделать на театр военных действий в Тихом океане только по три рейса в оба конца. Но проблема с перевозками означала также и то, что сосредоточение американских войск Британии для вторжения через Ла-Манш потребует больше времени, чем предполагалось. И эта проблема начнет решаться только с запуском программы серийного производства транспортных судов типа «Либерти». США, вступая в войну, должны были стать чем-то большим, чем великий арсенал демократии. Уже начиналась программа «Победа», первоначально предложенная Жаном Мане, одним из немногих французов, которых американская администрация по-настоящему уважала. Следуя плану увеличения численности сухопутных войск США до 8 миллионов человек и более, наращивая вооружение, самолеты, танки, боеприпасы, корабли, необходимые для победы над Германией и Японией, американская промышленность переходила полностью на военные рельсы. Бюджет вырос до 150 миллиардов фунтов стерлингов. Размах военных проектов становился ошеломляющим. Как заметил один из генералов, американская армия не решает свои проблемы, она сокрушает их. Распространение ленд-лиза на СССР тоже было одобрено Конгрессом в октябре. Кроме того, медикаменты на сумму 5 миллионов долларов были поставлены через американский Красный Крест. Рузвельт внимательно контролировал осуществление поставок Советскому Союзу. Черчилль, напротив, вызывал подозрения Сталина, давая щедрые обещания помощи, за которые затем не в состоянии был выполнить. 11 марта 1942 года Рузвельт сказал министру финансов Генри Моргентау. Англичане не сумели выполнить ни одного обещания, данного ими русским. Наши русские уважают только потому, что до настоящего времени мы выполняем все свои обещания. Черчилль написал, я знаю, что вас не покоробит моя грубая примета, если я скажу вам, что кажется лично я способен ладить со Сталином лучше, чем ваше Министерство иностранных дел или мой Госдепартамент. Сталин терпеть не может всех ваших высокопоставленных чиновников. Он считает, что я ему больше по душе, и я надеюсь, он и будет далее придерживаться этого мнения. Высокомерная, несколько преувеличенная уверенность Рузвельта в своем влиянии на Сталина станет опасным фактором, особенно к концу войны. Сталин хотел, чтобы Англия признала претензии СССР на Восточную Польшу и страны Прибалтики, захваченные в рамках Советско-Германского пакта, и оказывал давление на Энтони Идена, добиваясь его согласия в этом вопросе. Вначале англичане отказались обсуждать это вопиющее противоречие Атлантической Хартии, провозглашавшее самоопределение народов. Но Черчилль, опасаясь, отказывался обсуждать это. Черчилль очень опасался, что Сталин может по-прежнему стремиться к заключению сепаратного мира с Гитлером. Обсудил с Рузвельтом вопрос о возможности удовлетворения требований советского вождя. Рузвельт тут же категорически отмел такую возможность. Но затем, как ни парадоксально, именно Рузвельт своим несбыточным обещанием дал Сталину основание для самого серьезного недоверия советского вождя к союзникам. В апреле 42-го, не изучив вопрос, он пообещал в том же году открыть второй фронт. Зная склонность Рузвельта определять политику за спиной начальников штабов, генерал-маршал был в ужасе от свободного доступа к президенту, которым пользовался Черчилль, в Белом доме. Он был еще более потрясен впоследствии, когда обнаружил в июне 42-го года, во время очередного визита Черчилля, что Рузвельт согласился с его планом высадки в Северной Африке. В операции «Гимнаст» многие высшие американские офицеры видели происки англичан, направленные на сохранение империи. Черчилль вернулся из США, ликуя по поводу достигнутого успеха. Но вскоре, измученный и больной, он был сражен целой серией новых катастроф. В ночь на 11 февраля 1942 года в течение следующего дня немецкие линейные крейсеры «Шварцхорст» и «Чесенау» вместе с тяжелым крейсером «Принц-Эжен» в условиях крайне плохой видимости выполнили рывок через Ла-Манши с французского Бреста в воды Германии. Многочисленные атаки бомбардировщиков королевских ВВС и торпедных катеров королевских ВМС на всем пути их следования оказались безуспешными. Страна была встревожена и возмущена. Кое-где даже возникли пораженческие настроения. Затем 15 февраля пал Сингапур. Казалось, унижение Британии беспредельно. Но от Черчилля, почитаемого военного лидера, теперь посыпались нападки со всех сторон. В прессе, в парламенте, со стороны правительства Австралии. Хуже того, многолюдные митинги и демонстрации стали требовать второй фронт немедленно, чтобы помочь Советскому Союзу. Но эту наступательную операцию Черчилль не мог и не хотел брать на себя. Но самая большая угроза, нависшая над страной, в тот момент не имела ничего общего с военными просчетами Англии. ВМС Германии только что изменили настройки шифровальной машины «Энигма», добавив еще один ротор. Теперь специалисты из Блэдшли-парка не в состоянии были расшифровать ни одного из перехваченных сообщений. Волчьи стаи, деницы, развернувшись в полной мере в Северной Атлантике и вдоль севера Американского побережья, стали наносить противнику потери такого масштаба, который соответствовал самым необузданным мечтам Гитлера. В 1942 году они потопили в общей сложности 1769 судов союзников и 90 судов нейтральных стран. После эйфории Черчилля в момент вступления в войну США Англия столкнулась с перспективой голода и экономического коллапса, если битва за Атлантику будет проиграна. Неудивительно, что проблемы и унижения, свалившиеся на голову британского премьера, заставляли его завидовать успеху Сталина в отражении немецкого наступления на Москву. Несомненное достижение Красной Армии в битве за Москву в декабре 1941-го вскоре поставил под угрозу сам Сталин. Вечером 5 января 1942-го он созвал в Кремле совещание Ставки и ГКО. Советский вождь, опьяненный жаждой мести, убедил себя, что настал момент для общего наступления. Немецкие войска были в полном беспорядке. Они не подготовились к зиме и будут не способны отразить крупное наступление, если начать его до наступления весны. Вышагивая взад и вперед по своему кабинету и попыхивая трубкой, Сталин настаивал на своем плане. Начать мощное наступление с целью окружения немецких войск на центральном участке фронта напротив Москвы. На севере прорвать блокаду Ленинграда, а на юге теснить армию Монштейна, наступать на Крым, на Донбасс, вернуть Харьков. Жуков, которому рассказали об указаниях данных Сталином, Ставки ужаснулся. На встрече со Сталином он убеждал, что наступление следует сосредоточить на западной оси под Москвой. Красной армии для общего наступления не хватало продовольствия, ресурсов и особенно боеприпасов. Войска, участвовавшие в обороне Москвы, понесли тяжелые потери и были серьезно ослаблены. Сталин выслушал, но проигнорировал все предостережения Жукова. «Выполняйте приказ», – сказал он. На этом совещание закончилось. Только потом Жуков обнаружил, что зря пытался увещевать Сталина. Подробные инструкции уже были даны командующим фронтами без его ведома. Немецкая армия действительно была измождена и измучена. Ее обмороженные солдаты...